И здравствуйте, дружочки мои! С вами Винка Индишн и то, что вы всегда обожаете вскрытие дорогущих бустеров. Да, Double Masters, та самая коробочка, где 24 пачечка, даже не 36, а 24, когда стоит каких-то бешеных денег. И мы все над этим роплим, но все равно сегодня мы вскроем. Но! Чтобы ваше вскрытие было трижды прекрасным, во-первых, я сделал себе прекрасный маникюр, а во-вторых, я пригласил Женечку, нашего Махита. Здравствуй, Женечка! Друзья, всем привет! На самом деле, я не видел ничего более прекрасного, чем маникюр бобра сейчас. Вот, он бесподобен. Это он специально ко мне подмазывается, чтобы часть из этих карточек я ему как-нибудь задарил, но не факт. Часть фойловых карточек обязательно! Друзья, если у вас есть ненужные фойловые карточки, присылайте их Женечке, а мне фойловых котов. Ну что ж, друзья, с чем мы будем сегодня заниматься? Женя здесь, как трейдер number one, он говорит, что он сотнями тысяч торгует карты успешно, и даже предоставляет пруфы, вот, но он там на западе торгует, и он должен ориентироваться в стоимости всех этих карточек. Сегодня он будет у нас отвечать за крики во время вскрытия, если мы вскрываем что-то реально дорогое. Ну, если мы вскроем файловую форсу, то тут и я поору. А вот, например, что здесь такого из неочевидного, дорогого есть, чего я, Юфак, не знаю, Женечек, скажи мне? На самом деле я тебе дико сейчас завидую белой завистью, потому что вот у нас до сих пор в Ростове там не пооткрывались клубы, я очень хочу там пошелушить бустерки, не могу этого сделать, вот, и я смотрю просто жадным, кошачьим взглядом вот на то, как они переливаются сейчас в этой коробке. Слушай, топпер внутри, я-то думал, топпер будет верху, и нам его не дали, бокс-топпер. Нет, бокс-топперы, они сейчас кладут, собственно, в коробку. По вопросу твоему, что здесь будем вскрывать? Мы будем вскрывать кучу стоплей классных, замечательных. Почему, да, был мастер, во-первых, потому что здесь стопли из модерна, стопли там из легаси, стопли там из всего. То есть из самого крутого, конечно, мы здесь можем... Репринта Крипт, который перепечатали много раз, но тем не менее он стоит своих денег, до сих пор под сотку, как бы вот его можно взять. Можно вскрыть фарсу, можно вскрыть конфидантов, мечикам, мопалы, ну очень-очень много всего, очень крутой картон, это, ну, всегда приятно. Да, и мы подсчитаем в конце, насколько мы окупились, не окупились. Ну что, бокс-топпер в конце откроем или в начале? Я думаю, мы вскроем бокс-топпер в конце, как вишенку на торте. Окей, давай его отложу, давай его отложу. А еще ты можешь прислать мне бокс-топпер, вот я его вскрою сам. Посмотрим. Друзья, если вы задонатите нам еще на один дисплей, то следующий бокс-топпер мы пришлем Евгению. Ну что ж, друзья, начнем с Брейчки моей любимой. Она наконец-то попала в бустер, до этого она была исключительно... Давайте один бустер мы рассмотрим. Смотрите, чтобы вы не думали, что это какой-то левак. Эти бустеры немножко перепаковываются, и наклеивается русская наклейка. Ну, я думаю, это никому интересно, но чтобы вы не думали, что это какой-то левак. Ну да, ну это уже не первый год происходит, они это одни делают постоянно. Так, дабл-мастер, говорит, здесь чего-то должно быть по две. Здесь как вообще оно? По-моему, две файлушки здесь и две рарки, если я не ошибаюсь. Ну, нас не очень интересуют каманы. Ну, какие-то каманы здесь есть ценные. Ага, отлично. Отлично. Первая рарка у нас это... Salt Reflection. Я, честно говоря, не знаю, что за рарка это. Погугли. 64 цента это что-то непонятное. В принципе, если я карточку не знаю, значит, очевидно, что она стоит недорого. Ну, файла тоже ни о чем. Да, файла... А, там вторая рарка, скажи, что за вторая рарка? Вторая рарка, Doom Nechromancer. Давай следующую буду скрывать. Ну, кажется, они ничего не стоят. Ну, что ж. Ну, я ее тоже, да, не знаю. Больше плохих бустеров мы вскроем в начале. Это еще 50 центов, то есть это мы бакс, короче. Мы с этого быстро... Не, мы отбили бакс. О, такого товарища я знаю, друзья. Если вы хотите узнать, то скоро Лорел Эльдразей выйдет на нашем канале. Никита его готовит. Вот это Боберстаблик, кстати. Да, и Кор я тоже знаю. Ancient String. Стринги что-нибудь стоят, нет? Ну, стринги раньше точно стоили. По-моему, я не помню, сейчас побанили, не побанили. В Тронинг, как бы вот. Ну, карточка известная. А Калия из М20, по-моему, да? И ничего она не стоит. Нет, 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 это другая Калия. Это Калия, ее будут командир, она собирается на демонов-драконов. А-а, да-да-да-да-да. Потому что это, типа, ну, короче, прикольная карточка. Такого парня я знаю, Шарум Гегион, на нем собирает... Подожди, Калия 20 баксов стоит, давай с этого начнем. О, ничего себе, Калия стоит 20 баксов, не файловая. Да, да-да, это стапель, это на нем собирается командир, как будто. А Шарум, скорее всего, будет стоить ничего, но давай посмотрим. Но он тоже командир, он в какое-то время был очень хорошим. Потому что на нем собирались аж три комбы, которые бесконечные. Бесконечные, но потом мы собрали более компактные комбы, всякие там ораклы, их вытащили. Ну, 50 центов стоит, ну, да. Ну, ничего не стоит. Но на нем, друзья, присмотритесь, можно собрать такой интересный бюджетный командир. Вулшик Гаунтлэдс. Ну, это ничего. Что это такое? Я вообще не знаю, такое. Трэшер Мак. Трэшер Мак, ну, играбельная карточка в целом. Хорошая карточка в ЕДХ. Первая играбельная ЕДХ-шная карточка, нормальная, друзья. Но на фойловой стоит 50 центов, то есть это год 21 баксов. Короче, с этого, со второго бустера. Итак, следующий бустер. Ну, что ж, я не знаю, не особо. Ну, я бы с радостью с тобой поделился, Жень. Хроматик Стар тоже Паупер Стейпл. Кнот тоже где-то там его крутят. Ух ты, Элвиш Эмбрэйшн. Обезьянить. Аублэд. Аублэд! Ты знаешь такую карточку? Аублэд! Аублэд! Она была раньше с другим. Ну, я не знаю такую карточку. Ну, ладно, это такая карточка. Во-первых, у неё название. Оу, блядь! Навельный. Вот. А во-вторых, тоже такая знаковая в старых сетах играл. Так, ещё одна рарочка. Это Стрикс. Ну, Стрикс мы знаем. Хорошая карточка. Стрикс хорошая. Давай посмотрим, сколько он стоит. Ну, до двух баксов он упал, кстати. Он дешёвенький. А вторую карточку я не знаю, это получается у нас кто... Что за крематор такой? Файловый Эшбэренс и мужик из колодежи. Вот, файловый Эшбэренс, подожди, вот это будет, наверное, здесь самая дорогая карточка именно из, ну, вот этого бустера. Он мне, слушай, она стоит полтора бакса, просто я расскажу про Эшбэренс. Эшбэренс, когда первый раз напечатали, в, по-моему, командире она вышла, вот, и они стоили обычные по 10 долларов, потому что это пауперстапля, да, то есть, ну, просто их сейчас напечатали много, поэтому он подешевел. То есть, ну, это пауперистам. Вот это дичь, что это? Что это за карточка такая? Она стоит 5 центов, я не знаю, карточку эту. Блин, дорогущий дисплей, которым обещали, что будут одни деньги. Мы не вскрыли пока ничего. Ему вскрыли калию. Урза, привет! Как ты думаешь, мы трон соберём из этого дисплей? Давай трон тоже отложим. Я думаю, давай так, если мы соберём трон из этого дисплея, мы его сожжём. Отлично, хорошо. Свой, твой дисплей, который ты вскроешь, мы сожжём. О, Мельстром, Нексус, ну, посмотри, ну, как бы мифик, наш первый мифик, но мне кажется, он ничего не стоит. И Терастадон, эх, ты. Ну, Нексус стоит 2 бакса, Терастадон, я думаю, тоже будет стоить там бакс, наверное. Гоблины, Гремлины ничего не стоят, а вот Сифт, Дрофрикард, Вандискард. Ну, тоже ничего не будет. Да, и Терастадон стоит 40 центов. Итого у нас пока на 4 бустера мы вскрыли с первого пачка доллар, со второго 21, потом 2 и 2. И смех, и грех, друзья мои. Где жир? Не, ну, если плохой дисплей, значит, дальше должны быть фойловые, не знаю, Force of Will, и будет всё классно. Ну да. Fire Empath. Пока что твой маникюр вести больше, чем файла. Да, да, кстати, да. Нам нужно как минимум отбить маникюр. Маникюр стоил 1500 рублей. Invigorate что-нибудь стоит? Не, Invigorate уже не будет стоить. Dark Steel Citadel тоже ничего не стоит. Ага, Magus of Abyss. Давай посмотрим, сколько он стоит. И? Так, секундочку. Oh, of the Abyss, да? Switchblade Vindicator. Ну, это тоже 50 центов, и, наверное, тоже центов 10. Мы типовый картон вскрываем, чтобы... Друзья, мы как и сусики. Сейчас мы вскрываем плохих карт. Здесь какой-то дуроцкий этот, и Валик Пайлович. Что происходит? Я не знаю, но пока что-то какая-то грусть. Мы пока касаем... Я пока тебе расскажу, как я делал маникюр. Я сейчас с вами в Домодедово. Город деревенский, и всё-таки. Ой, а брейт не стоит денег? А брейт обычный ринг. Вот. И, короче, я, наверное, был первым мужчином, который пришёл к ним в салон делать маникюр. Они сначала думали, о, это первый код и паста Exile. Ну, давай отложим его, пасы очень-то как-то нужны. Мне кажется, сейчас паста Exile, по идее, сейчас я проверю. Да, паста стоит 3 доллара, он стоит, например, 2 бустера. Отлично. Однозиум, отличная карточка. Сколько он там? Мне будет, бакс 15, наверное, стоит. Перепечатали её. 8 долларов она стоит. 8 долларов. Отлично. Баллиста, побаниная карта в Пионере. Нам ведёт. Не, но она всё равно хорошая. Она получает... Можно файловое положить в какой-нибудь свой EDH, да, и вот эту горгульку. Баллиста 15 долларов стоит, держу в курсе. Всё ещё стоит, отлично. Но всё-таки мы вскрываем Баллисту. Не, ну на ней можешь такие комбо даже в том самом модерне крутить, поэтому почему нет? Ну да, только в Пионере побанили. Слушай, вот таких много вскрываем. Интересно, наверное... О! Expediting Map. Побанили её в этом самом, но в модерновом троне она всё ещё... Посмотри, бакса 2-3, наверное, стоит. Ну, где-то так, да, наверное. А, Drone in Soul. Это не нужно. Ещё не стоит. Ох, какой прекрасный мужик. Ваунд Reflection. Опять Пайлорар. Она, между прочим, стоит 8 долларов. Давай, Ion Storm. Первый раз мне сработало, кстати, что я не знал карточку, она стоит денег. Стоит ничего, 50 центов. Ну ты же не играешь в ДХ активно. Я почти чуть-чуть. Опять ненужный файл. Слушайте, надо было... Если такой плохой дисплей, надо было вначале сказать, что мы его разыграем. Такой дисплей. Нет, друзья, мы хотим разыграть что-то хорошее. Очень часто бывает, что, ну, типа плохие кустера, но два каких-нибудь козырных, то есть для сохранения баланса. О, ещё одна Expedition Mad. Brainstorm. Ну, отложим его, пусть будет. Наверное, посмотрите, сколько Brainstorm стоит. Наверное, бакса 2. Мастер Сплайсер, друзья. Если вы не смотрели лор про Фирексию, посмотрите, Никита записал 3 прекрасных видео. О, Blood Moon. Шикарно. Эту карточку я знаю. Эту карточку я знаю. И Oblivion Stone тоже хорошая карточка со Старым Артем. Ну, Blood Moon стоит 9. Обливion Stone. И Oblivion Stone стоит 3 доллара. Ну, и Brainstorm стоит полдоллара. Пылбомба, красная и стил саботаж. Ну, это не деньги. Ну, так, чисто, побаловаться. Ладно, ладно, ладно. Где вы добыть вип-бустера, Женечка, ты не знаешь? Вип-бустера очень недорогие. Я его не скажу. Они стоят очень-очень много денег. Ну, слушай, мы не хотим для развития канала Чалес, не тот самый Чалес, а другой Чалес, который играет в Едыха, но, к сожалению, их миллион. Тем более, его сделали Камончиком. Слушай, им, наверное, теперь будет в Паупере играть, да? Они, да, добавили, перевели некоторые Анкамоны и Камоны, вот, в том числе, там был Инстант Черный Убить, там, не легендарный, а теперь можно тоже играть в Паупере. Вот, кстати, вот этого парня очень хорошо с Шаром Гегемоном, которому вначале, там есть комбы, чтобы крутить артефакты, они вечно умирали, и можно запинговать весь стол. Так что мы его тоже отложим в комбо. Продолжаем открывать. Вампир, Хексмаг, не знаю. Он хороший. Каску мы знаем, но, к сожалению, ну её в задницу, потому что мне побанили Афню в Модерне. Магуса мы уже открывали, такого парня мы знаем, иногда им играет в Командире. Ну, я думаю, он не стоит нифига. Бруди Клад, Телхор, но... Ну, да. Вот Фирс Импад, кстати, тоже он... Файловый. Ну, стопля, на самом деле, это хашно. Может, Файловый что-то и будет стоить. А вот Баттл Райт Шаман файловый нет? Нет, Шаман точно нет. Так, Фирс Импад полдоллара. Оттого я не успел посмотреть, как его зовут. Бруди Клад. Это какое-то такое славянское что-то такое. Бруди Клад. Ну да, там полдоллара получается. Ох. Что происходит? Ну, это нормально. Я на самом деле... Вот я лежал на самом деле в умирательной яме своей, как я обычно провожу свое время. Я скоро приду к тебе в умирательную яму. Отлично. О, мы собираем тем временем почти трон. Мы собрали план. О, мы сыграли Мишерс Баббл. Отложим его. Посмотрим, сколько там стоит. Мишер Баббл хорошая карточка, в принципе. Но она стоит 3,5 доллара. Раньше их вообще было сложно найти. Анкманом сделали. Сфинг Суммонер. Смотри, сколько стоит. Нет, да он не будет стоить, мне кажется. Ну ладно. Вот там дальше будет Бастион, это 6 долларов. А вот, который ты держишь, да. А Академия Руин тоже, наверное, 1,2-3-4. Не, не, должно, по идее, быть побольше. Ну, по крайней мере, раньше она стоила денег. А сейчас она стоит 11 долларов, да. Ну, нормально. Ну, так себе. Ай, непонятные файлушки типовые. Что происходит? Что происходит? Ну вот, и меня сказали, вот, Бобров надо распространять. Я думаю, ну, хорошо. Сегодня я с умирательной ямой не буду продолжать. Но, как видите, лучше бы я лежал в умирательной яме, потому что... Нет, ну, с другой стороны, пусть плохой дисплей Double Masters будет самым плохим, что у меня будет в жизни. Значит, кому-то достанется хороший, правильно, дисплей? Tempered Steel. Я не знаю, играет ли им где-нибудь в модерне для какого-нибудь агрена артепата. Нет, она нигде не играет. Вот, и, честно говоря, она вообще нигде не играет, и да, стоит полбакса. Дисплей Болос тоже ничего не стоит. Так, файлушки у нас... О, файловый FatFat Push и Marit Ledge. И Кропротейшн, кстати, тоже, на самом деле. Сейчас давай посмотрим это и то, потому что это и то хорошее. Другой, это же другой арт, другой арт Кропротейшн. Друзья, прошу вас, ну давайте, это уже можно поближе к камере поднести. Ну, Fatal Push 2 бакса стоит, а вот... Да ладно, файловый. Да, да, ну, да, из-за того, что репринт. Кропротейшн стоит 4 доллара. Ну, ладно, отложим их в ценные, условно, ценные карты. Не, они хорошие, они хорошие и играбельные, то есть, я думаю, точно нужно откладывать. Ты на драфте отсто пойдешь, уже в пятницу, наверное, он как раз... А у нас, короче, пока запрещено это играть. У нас закрыто. А, ну, понятно, везде по-разному устроено. Так, Pentate Prism. О, Fear of Heave. Петит Хис, ну, когда они выходили, все вот эти фильтры, они были, ну, дорогие. Вот, сейчас на них ценник упал, и она стоит 5 долларов. Вот раньше это вообще где-то по 30-ке они стоили. Что это за черт? Этот чувак, он прикольнее, его можно, кстати, не лидерс было играть, то есть, это... Ну, он стоит денег не будет, вот, ну, он типа плодит демонов. Ох, меч. Друзья, это файловый монокрифт! А я тебе... Отменяется, друзья, отменяется, отменяется, друзья, умирательная яма. Умирательная яма отменяется, друзья. Это 142 доллара по голфишу, то есть... Друзья, умирательная яма отменяется. Я вскрыл файловый монокрифт, мы его, не знаю, продадим и уедем жить, не знаю, в Сызране. Я думаю, в Сызране за монокрит файловый можно долго жить. Бобер, я, ты и море, давай уедем вдвоем. Я не расслышал, сколько он стоит. Он стоит по голфишу 142 доллара, вот, то есть он... Да блин, я думал он баксов 400 стоит, что так дешево-то? Имеи совесть, это практически самая дорогая карта, которую можно здесь скрыть. И, кстати, это то, о чем я говорил, что если вскрывается дисплей с плохими рарками, то, скорее всего, там лежит какая-то бомба, а то и две именно вот как у нас вот сейчас получилось. Ну, у меня один монокрифт есть в моей ЕДХ-шке, и как бы мне теперь можно его не перекладывать, положить во вторую. Блин, это отлично. Положим его вот сюда, вот, чтобы он вот так вот красиво... Убери его и не дыши. Блин, у меня нету здесь нигде этих протекторов, надо протекторы срочно найти. Ты не верил, да? Ты не положил протекторы рядом с собой? Я не верил, я не верил, я поэтому с тобой протекторы и не взял. Вот, пусть Бобер охраняет монокрифт. Я понял, почему позвал ты меня, потому что я-то верил, вот, и моя Вера достала монокрифт. Вера Степановна, да. Ладно, ну все, на этом можно заканчивать, да? С вами был канал Вин Кондишн, да? Да. О, гальваник класс, наверное, можно... И грифсы, кстати, тоже будут. И грифсы, кстати. Давай. Сколько стоит гальваник? Сколько стоит грифсы? Гальваник класс, это ничего, казалось. Так, лайтник... Но я все равно его отложу, он нужен. Но их тоже часто переиздавали, но я думаю, бакса 2-3, они стоят и нужны ЕДХ-шник. Вообще, это опять у нас ЕДХ-мастерс такой получается. Давай, сколько фильтров стоит? Так, грифсы стоят 4 доллара, вот, ну, сапоги. А, нормально. Нет, это сапоги, да. А это у нас, получается, ругит прерия. А прерия у нас стоит еще 4 доллара. Нормально. А может, это скульптинг стил? А вот скульптинг стил стоит 3 доллара. Ну, хоть какие-то деньги, непонятные комончики файловые. Да, файла не очень. Слушай, это почти бобер. Какой-то барсук. Это тебя просто ослепил монокрептинг, тебе кажется, везде бобры. Слушай, я файловую эту положил в файло. Эх, ну, еще бы поиграть мне в эту магию. Я слышал, что это очень прикольная игра Magic the Gaving. И в ней очень прикольно играть. Ой, карточка из этого, из... Из Ханов Таркира. Не-не-не, не Ханов Таркира. Она вообще из спирали, по-моему. В спирали немножко играла. Просто рисунок очень похож. О, смотри, слушай, а синий, наверное... Мистигейт-то, наверное, побольше стоит, чем обычный? Мистигейт-то хорошая карточка. 6... Ну, 7 долларов она стоит, получается. А что за Ханна? Слушай, это новая карточка или это репринт? Репринт Таркирт, аде-факт, нечетный карт, фром Югревер. Нет, она в темпе... Нет, она была где? В командире в наборе и в инвейжене она выпускалась. О, Swords of the MiG, друзья, это еще одна карточка к Шарум Гегемону. И он еще и файловый. С его помощью можно было бесконечно ставить вот этих вот крейчер-токенов, а потом их прожирать. Знаешь, сколько он стоит? Ну. 15 баксов. Нормально. О, еще файловая рарка. Херберт Спринг. Ну, 4 доллара своя она стоит. Слушайте, ну вот Шарум Гегемон не подводит. На самом деле, первой моей декой, более-менее серьезной, был как раз Шарум Гегемон в ЕДХ-шку. Вы видели, наверное. Потому что мы начинали с ней играть. Нет, там была Брея, но Шарум Гегемон, он там лежал в 99-ти и был такой комбо-образующей картой. И он очень хорошо заходил. Отлично. А, нет, это повтор. Еще не сжигаем, да, получается? Еще не сжигаем, еще не сжигаем, да. Нет, карточный долг был чести. Если мы соберем трон, друзья, то этот файловый монокрипт. Велдинг Джар. Каких-то денег стоит, мне кажется? Он стоил много денег раньше тоже, особенно файловый. Так, у нас обычный. Сейчас я тебе скажу. Ну, пол-доллара он стоит. Ну, ладно. О, Архангел Туна. Классная карточка, мне очень нравится. Хорошая карточка была раньше в комбо. Я, это был мой первый мифик, который я вскрыл. Я купил бандл выпуска М14, в М14 он выходил, и там я его вскрыл. Я его дико закоцал, но он у меня до сих пор есть. Это первый мифик и очень дорогая карточка, которую я вскрыл. Но он стоит часть 14 долларов, а вот у Мастерворк стоишь бакс. Какой-то грифон и Селезнийский мужик. Покажем вам файлу, но ничего особенного. Ну, Архангел Туна, я доволен Архангелом Туна. Слушай, ты как относишься к тому, что напечатали трон земли, и количество троноводов, которое вымывалось со временем, оно увеличится? Позитивно, на самом деле, то есть люди могут... Мы не осуждаем, просто ты из этих, да? Я вообще положительно отношусь именно к таким сетам, потому что это позволяет игрокам входить в форматы, которые они хотели давно, не было там карточек в городе, там еще там где-нибудь, ну, всех же клубов. Как не у всех клубы большие, есть клубы маленькие и обменники маленькие, вот, а так получается, есть возможность войти. Ауреок, кусок комбы в ЕДХ на Line of Dine, Line Eye Diamond, в Legacy и в ЕДХ Fatal Push тоже отложим. Посмотри, сколько Ауреок сейчас стоит. Мне кажется, он ничего не стоит, но так нафиг случишь. Не-не, он ничего не будет стоить. Салвач Титан тоже ничего не стоит, его там сто раз, по-моему, переиздавали. Посмотри, как такой... Пол и Блинкморк Нексус. Салвач Титан стоит пол бакса, а Блинкморк Нексус я сейчас посмотрю, ну, они были кромкой. Нет, Инкморк Нексус был кромкой, а это Блинкморк Нексус, который без яда. Блинкморк, по-моему, тоже был, или нет? Ну, в любом случае, он бакс стоит. Ммм, ничего не стоит. Суршнот и Ремембер Фолин. Друзья, если мы пропустили какие-то карточки, которые почему-то ценные, но мы их незаслуженно пропустили, описательно пишите нам в комментариях, там, не знаю, откусите нам пол лица за это, или целые. Хроматик Стар, ну, давайте, полпиристов порадуем, отложим их. Почему бы не порадовать полпиристов? Вообще, слушай, подожди, здесь могут в одном бустере попадаться одинаковые карты? Прикольно, я думал, что такого не может быть. Ну, вот, можно. Может быть, какой-то принтран мы попали? Может, мы попадем в еще один фойловый монокрипт? Да-да-да-да-да, я бы не отказался. Сатсайз, мне как раз четвертого не хватало, а здесь он со старым артом, друзья, сатсайз, в террасе его перепечатывали, в старом, я тогда три себе взял, а это вот четвертый, со старым артом, из лори, давай, поскажи мне, сколько он стоит? 20 баксов, 20 баксов он стоит. 20 баксов. Ну, властил колоссус, но, по-моему, он много не стоит, сколько там, он тоже 15? колосс стоил дорого, сейчас я тебе скажу, сколько стоит этот, этот стоит 42 доллара. Да ладно? Не, да, да, колосс, а где он играет? Я никогда не видел, где он играет. Так, а ты посмотри, он ваншотит, он ЕДХ ваншотит, у него 11 сила и инфект. Слушай, к сожалению, я не знаю, в каком ЕДХ ты играешь, пока ты поставишь его в ЕДХ, тебе Оракла уже три раза прокрутит. Да я его в шоу-интел поставлю на второй ход. Трэш фо трэшер, посмотри, мне кажется, он сколько стоит. Ну, я посмотрю, сейчас. Первого кота вскрыли, друзья, но это правда, таки нет, давай, ищи пока, ищи казах, что мамы будешь. Ну да, он полдоллара там стоит. Ну, отложим его. Так, так, сычи какие-то трюкачи. First knowledge, базальт монолит. Базальт монолит может стоить денег. Посмотри, да, посмотри пока, я пока посмотрю на Рарке. Ап, ну, это Blade Shaper и Fulminator. Фульминатор хорошая. Фульминатор, не знаю, сколько стоит, скажи мне, базальт монолит стоит 2 доллара, Fulminator стоит, если скажем, Fulminator стоит тоже 2 доллара, офигеть, просто они раньше были, ну, очень дорогие достаточно, этот, ну, ничего не будет стоить. Да, да, да. Итак, у нас осталось топпер, незабываемый, раз, два, три, четыре, пять, шесть бустерочков. Ну, я не знаю, грех жаловаться, когда ты вскрываешь файловый монокрипт, но лучше только, когда это монокрипт из вид бустера с альтернативным артом. Чудо-женщина, которая играла в стандарт, это не так, рекламейшн, о, тренисфера, покатаем яйца и тренисферы. Тренисфера, это 14 долларов. Нормально, а рекламейшн, ничего не будет стоить, рекламейшн, о, циклоникрипт, слушай, их миллион, их миллион, у меня есть файловые, но это едыха, стейпл, циклоникрипт, циклоникрипт, очень крутая карточка, вот, она стоит 21 доллар сейчас. Да ладно, ты все серьезно? Да, 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 не серьезно. Их же много раз переиздавали, я был уверен, что они уже... Первый раз, по-моему, а нет, или второй раз, она была получать в инвестиционном равнике. Ну да, но их потом много раз, по-моему, переиздавали. Не-не-не-не, их не было. Мне казалось, их миллион, у меня вот их на самом деле миллион, ну, значит, я богат, значит, тренисфера, это да, тренисфера, всем нужна в ЕДХ-шке, вот тут на одном опене тренисферы, ломали всем лица и жизнь. Lightning X. Не-не-не, это можно... Нет? Я с чем-то перепутал ее. Springleaf Drawf, о, топтор с фаундером, мы собрали все карточки в ЕДХ-шку на шарум гегемонии, а он как раз вот с мечом работает, друзья, можно бесконечное количество чуваков, потом их прожрать, и все у вас становится хорошо. Springleaf Drawf тоже отложим, что-то они в последнее время стали нужны всем. Boon Reflection вместо Чуза Краджка. Ап, и Филкинрад Аристократ. Фалькинрадские Аристократки очень дороги мне, я когда начинал играть МТГ, вот как раз моя первая корода была Джант Агра, вот я играл Фалькинрадскими Аристократками. И как тебе было? Они были классные, сейчас они стоят полдоллара, но раньше они стоили Чуза Краджка, там по 20, по-моему. Revox Эдисенс файловый, о, файловая Chromatic Star. Это отложим пауперистам, пошлем няшки. А может и не пошлем, ну его в задницу. Он меня обижает. Я ему там подкидываю какой-то работы, там халтуры, а он давай деньги и пошел нафиг. Вот так вот он со мной общается. Chromatic Star 2,5 доллара, причем обычный Chromatic Star стоит 1,5 доллара. Блин, смотри, опять плант. Ну нормально. но чуть-чуть не попадая. Так вот, мы много Chromatic Star раскрывали, а его полтора доллара стоит на самом деле. О, Imperial Recruiter, он что-то стоит, я точно знаю. Да, 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 по-любому. И, ну, этот ничего не стоит. Насколько знаю. Рекритер стоит 27 долларов. 27, нормально. Друзья, чем хуже вы вскрываете в начале, тем лучше будет. А что там было? CoolDota что? CoolDota Forge Master. А, Dota Forge Master, сейчас секундочку. Что это за файлушки? А, Ambitioner, Slon Cycling, но это опять радость. там полтора доллара стоит заходим. Ну, запишите, запишите, Евгений, вы сегодня у нас за счетовода. Да, журу. А, рарка лежит и файлушка в слоте Камонки или Анкамонки, я так не понимаю. По-моему, слоня Анкамонки. дополнительный рарка и файлушка, она в слоте чего лежит? Это просто там рассчитано, что две рарки будут. О, Майзофит будет стоить денег, по-любому. Ну, он баксов 10 стоит, не больше. Мне кажется, дороже. И Шаманик Револейшн. Жаль, сколько он стоит? Ну. Ровно 10 баксов. Я прям читаю эту игру. Шаманик Револейшн. Ружк Нолледж, Балдивин Крейдж. По-моему, это у этих парней общие корни, они прям с одного лица. братаны. Револейшн полбаксов стоит. Ну что, Брея или... Давай, скроем конфиданта. Пусть они будут... Давай их шиперить. Будем их шиперить. На самом деле, я поширил бы Брею, пошиперил бы Брею и... О, нам напоминает, что 24-го 7-го Watch Live, это нам про что говорят? Я думаю, это была какая-то трансляция 24-го июля. Наверное, может, типа, анонс или там спойлеры. Может, какой-то ивент. задержался Double Masters наш? Да. Ап, ап, ап. О, Flicker Vist. Ну, наверное, баксы полтора стоит. отложить надо. О, слушай, земельчики мы вскрываем. Слушай, мы все фильтры, по-моему, не вскрываем. Бобер, держи тебе второй монокрипт. Подожди, я не успею так. Подожди секунду. И файловый Expedition Map. Обычный монокрипт стоит 97 долларов. Плюс у нас еще есть здесь FireLip. Он стоит, получается, еще 4 бакса. Нормально. И сейчас я скажу, Expedition Map сколько стоит. Наверное, баксов 15. Сейчас мы проверим твои знания. Давайте. Expedition Map, классная карточка. 2 бакса стоит. И тут я тебе 2 бакса первый раз расстрою за сегодня. Жень, ты меня каждый день и рас... Фокус, приди, пожалуйста. Я хочу показать всем классный Expedition Map. Друзья, тоже из Индикара карточка. Скоро выйдет видео, где Никита расстарался. Опять будет цикл видео. Так, слушай, мы пошиперили. Конфидант удовлетворился Абрею и выдал нам монокрипт. Я не знаю, удовлетворил ли конфидант Брею, ну и как минимум что-то... От нее, она же артефактная и она вот дала ему артефакт. А вот что конфидант дал, что там черного? Файловый сетсайз будет или что? Какие там дорогие черные карточки? Давай конфиданта файлового строим еще до кучи. О, тавер? Блин, мы не вскрыли все-таки. Мы... Ну, слушай, мы... Придется нам не сжигать этот дисплей. Монокрипты выживут. Да. Аппп... Аппп... Нет, ну это что-то... Видимо, гигант, гигант. Брея так намекает о том, что конфидант был гигантом и это Мазерик Краул. Это фигня какая-то. Ну давай, посмотрим, растянем. Ну гигант стоит 2 бакса, а Мазерик... Как у тебя Мазерик, да? Файловый Урзотавр! И... И голем этот самый. Файловый Урзотавр! 5 баксов он стоит. Нормально, друзья, нормально. Ну трон не собрался. Подожди, там есть Плант, есть Тавр, а есть Майн. Майн. Мы с тобой, видишь, не шахтеры. Мы нормальные с тобой люди. Давай с помощью нашего бобра отделим зерна от плевел. Что ты хочешь скрыть, скажите, стопера? Признайся. Слушай, а я даже не знаю там какие карточки в топере лежат. Я даже не знаю какие там карточки лежат, но нам нужно приблизить на прекрасный взгляд, на прекрасные ммм, да? Бокс-топер. Здесь одна карточка лежит или сколько здесь карточек лежит? По-моему, две, наверное, всего, это все дабл, по идее, должно быть всего по две карточки. Но мне кажется так. Вот, у меня сейчас увеличился пульс на самом деле даже. Я жадно жду и пытаюсь понять, что там. Нет, убери отсюда эту штуку. Вдруг ты порежешь фойловую фарсу какую-нибудь. Я боюсь ее поломать, если я ее буду открывать по-дурацки. Так что не ссы. Бобер салагу не обидит. Ну что ж, давайте смотреть, так, каким он местом там вылезает. При том, что мы уже вскрыли фойловый, получается, монокрип. дойдет карточки белые. какую правую или левую? Правую или левую, Женя? Давай правую. С правой груди, да? Сначала правую, потом незнакомку. О, Fatal Push с альтернативным полноформатным артом. А в V-бустерах они попадаются с большей вероятностью. Ну-ка, сколько? Он же не блестящий, правильно? Он обычно 22 доллара. Окей, и ап! Это МОКСАПАЛ! Но не фойловый. А здесь, наверное, не попадаются фойловые. они фойловые именно в V-пах, Так, ну, это вот наша ГОП-бригада. ГОП-бригада. МОКСАПАЛ, это еще 60 долларов. Еее, друзья, можно обманываться. Товарищ счетовод, скажите, пожалуйста, сколько вообще мы, ну, нельзя сказать, что заработали, но получили. Пока посчитайте, пока спокойненько посчитай, а я пока покажу вам всю файлу, которую мы открыли за это время. Пока вскрывали. Если вдруг вам какие-то файловые карточки мы пропустили, вы скажете, да вы что, это же лучшая файла в мире, как вы могли ее пропустить? Только ради этой карты, слушай, карточки, по-моему, не знаю, на ощупь немножечко другие. какие-то, какие-то эти карточки точно положат себе в лбх, люди. Это значит файла. Так, наши самые ценные ценности мы отложим, конечно же, сюда. При том, что мы не фиксировали стоимость кучи годных комонов и анкомонов, вот и предположи на вскидку, какая у нас сумма получилась? 270 долларов. 623. Подожди, откуда там 623? Ну, у меня получилось 623, давай я перечитаю еще раз. Я только обрадуюсь. На счет 200, у нас 142 и только монокрипты это уже 242. Только два монокрипты это уже 242. Да, 623 долларов. Женя, я очень рад. Давай теперь покажем нашим зрителям из чего сделаны наши картишки. Да, из чего сделаны наши картишки. Так, это трэш, трэш, смэш, 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 трэш, смэш, 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 не знаю, как это сюда попало, ну, пусть будет, условно говоря, пылорарка. Смэш, смэш, это что, она что-нибудь стоит, нет? Да, или нет? Нет, это трэш, это полдоллара, по-моему, стоит. Трэш, смэш, 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 4 бакса. Смэш, трэш, смэш, 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 20 шендов. Нет, тоже ничего не стоит. Это он сейчас в Хисторике, что-то там стоит. Смэш, 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 кроп ротейшн, ну, пусть будет. Нет, 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 пылорарки, тоже можно в Хиллорарке, но в Рарке. Нет, да, нет, да, Ион Шторм, мы смотрели? Да, мусор, по-моему. А Мэль Штром? Ну, оставим, потому что мифика, как мы можем мифику убрать в трэш. Камановые карточки! Блуд Мун, Калия, это нет, это нет, нет. Посмотрите, друзья, и как бы Хиллорарок здесь, ну, мы сюда еще всякие Акаманы положили, меньше половины. Вот карточек, которые действительно хорошие, здесь явно больше. Понятно, что, ну, да, 60 долларов, это по западным ценам, 60 долларов, это по ценам в вакууме. Понятно, что в большинстве случаев у вас за такие деньги их покупать не будут, скорее, потому что в России людям бы на поезд, бы набрать, например, как нам с Женей, да? Да. Я думаю, на эти 600 баксов мы сможем поесть шашлычка с Женей. Но, к сожалению, не друг с другом, потому что билеты из Ростова в Москву стоят нам полгода жизни, да? Да, 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 да. Вот. Так что не запаривайтесь насчет цены карт, вскрыли хорошую карточку, пусть она не жжет вам руки, пусть она приносит вам радость, вот, собирайте трон, вот. Конечно же, если это не файловый моноклип, друзья, блин, слушай, смотри, он немножко покоцает, я точно не мог его покоцать, во-первых, смотри. Не пали, не пали, что покоцал моноклип, скажем, что винаем. смотри, во-первых, вот здесь вот есть недопечаточка, это не коцка, во-вторых, вот здесь вот коцка, ну это не коцка, это такая файловая, замятие маленькое, нет, 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 здесь маленькое физическое замятие, друзья, я просто, я должен уже вам полностью показать, что здесь происходит, я имею в виду, что это, ну, не игровой дамаг, это видно, что это на печати, ну вот здесь, ну здесь она, видишь, немножечко от, и слушай, вот здесь плохо пропит, слушай, что-то они так плохо, краски черные пожалели на файловой моноклипе, кстати, мне очень нравится здесь файла, именно файление, оно такое, классическое в хорошем смысле, иногда они плохое делают, вот, что ты скажешь нашим юным и не очень зрителям, дорогой мой Женечка? Я хочу спросить сначала, сколько стоимость примерно идет дисплея, по-моему, там в районе скольки там, 15, 17, 16, я боюсь смотреть, я боюсь спрашивать, сколько это стоит, посмотри, пожалуйста, в магазинах. Ну, я боюсь ошибиться, но я думаю, что это стоит в районе там, тысяч, там, ну 16, 18 рублей, наверное, мы получили тонну удовольствия, вскрывая эти бустерки, и вскрыли, получается, на 600 долларов. Да, 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 в первую очередь, друзья, это ради удовольствия, слишком, если вот задумываться о ценах на все это безобразие, можно сойти с ума, просто получайте удовольствие. Что ты скажешь нашим юным и не очень зрителям, Женщик, ты очень редко появляешься в видео, но я думаю, ты должен им что-нибудь посоветовать. Я советую всегда всем, в принципе, одно и то же, это играйте в магию, будьте клевыми, общайтесь друг с другом, магия классная игра, не только по своему там геймдизайну, по геймплею, она шикарна тем, что здесь как раз-таки очень много коммуникации идет с оппонентами, есть какие-то там тиммейты, вот, это все очень здорово, есть всякие выездные мероприятия, ездите в другие города, если, даст бог, у нас не будет пандемии какой-нибудь еще, ну, это очень круто, занимайтесь, игра классная, и все-таки, я момент еще скажу про финансовую часть, то есть, мы, получается, вскрыли на 600 долларов, то есть, даже при том, что в России трейдится примерно там 50 рублей за доллар, 60 там за карточку, то есть, это больше 30 тысяч рублей, то есть, дисплей окупился, ну, практически в два раза, то есть, это получается выгодно, поэтому можно себя баловать, покупать бустерочки, и я желаю всем, в каждом своем бустере, скрывайте такие же замечательные монокрипты, как сегодня скрыл Александр. Ну, слушай, теперь ты должен пригласить меня на вскрытие своих дисплеев, потому что, видишь, руки-то у меня, знаешь как, бог любит юродивых и сирых, и бобров, вот, я и уродивый, и юродивый, и сирый, и больной, и бобер, так что... Не наговаривай на себя. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, впереди много контента, вполне возможно, что многие из этих карточек мы разыграем, мы вот, если вы смотрели предыдущее видео, где нам подписчик прислал много крутых карточек, и мы решили, что их будем разыгрывать, а не продавать, возможно, некоторые из этих карточек тоже ляжут. Все, мы пойдем с Женей за кадром орать и вентально обниматься за то, как мы классно вскрылись. Все, друзья, пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok